Всем большой привет! Снова записываю влог. Наверное, будет влог одного дня и, скорее всего, коротенький. Назову я его такой, типа, подготовка к совместному проекту Лены Босс из полки Вон. Ну и заодно покажу, что у меня в работе. А в работе у меня альбом, по которому я решила снять мастер-класс. Представляете, я вообще очень давно задумалась о том, чем бы мне разбавить контент своего канала. Потому что, по сути, у меня там только влоги, распаковки и больше вообще ничего. И как-то скудновато, я бы так сказала. Но я, конечно, прям громко назвала мастер-класс. Это ближе просто к процессу создания альбома. Но при этом я говорю размеры. Вот. Поэтому, не знаю, считается это мастер-классом, не считается. Но обзову я все-таки пафосно так. Мастер-класс. Вот. Покажу, что уже успела сделать. Я сделала обложечку. Мне очень нравится, как обложка получилась. Не знаю, почему даже. Вроде бы ничего особенного. Но, блин, я не знаю, почему. Мне нравится так сильно. Мне нравится, что он небольшой по размеру. Но такой пухленький. Всего на 4 разворота. Обложечка из замши. То же самое замши, которым у меня был последний свадебный альбом. Такая она молочная, бежевая. Корешок из кожзама. На тканевой основе. Он такой текстурный. Я не знаю, видно, не видно. Текстурный такой кожик. Классный вообще абсолютно. Хлястик у меня будет сзади закрываться. Потому что на обложку хочу такой... Почти во всю обложку будет шейкер. Хотя, вы знаете, сомневаюсь. Вот как снимаю мастер-класс, да? И там показываю, как делаю этот шейкер туда-сюда. Но что-то такие сомнения меня одолевают. Нужен ли он? Потому что шейкер, ну, это такая, как по мне, такая современная история, да? В детских альбомах... А это будет альбом с детскими фотками моей мамы. В детских альбомах в наше время шейкеры уместны. Это такая, знаете, современная тема, как мне кажется. А вот со старыми детскими фотками, не знаю, как оно будет смотреться. Ну, короче, внутри у меня вот так это все пока выглядит. Уже сделана основа, каркас, да, для альбома. Сделала переплетик такой прикольный с зигзагом внутри. И, как по мне, это вообще половина работы, можно сказать, сделана. Вот, когда готова обложка и каркас. И также у меня уже нарезаны странички. Как это, ну, фоновые, да, странички. И обработаны, я уже прошила. И сами фоновые. Я зигзагом все обработала. Вот таким образом коллекция клевая. Вообще давно хотела из нее сделать какой-нибудь альбом. Называется «Яблоневый цвет» от Мистера Пейнтера. Классные принты, очень мне нравятся. И здесь фотки, которые я посадила на подложки из белой фотобумаги невысокой плотности. Ну, просто у меня целый набор бумаги лежал уже, не знаю, года два, наверное, может полтора. И что-то никуда он не шел. И фотки я сама не печатаю. Поэтому я решила вот так вот пустить на подложки и обрезала все зигзагом этими ножницами. По-моему, очень клево смотрится. И в духе того времени, что ли. Вот. И уже вот я прошила фотки все. Так это пока у меня все выглядит. Сейчас еще, надеюсь, буду снимать продолжение мастер-класса. Тяжело дается, конечно, не знаю. У меня, видимо, нет вот этой учительской жилки, что ли. Мне очень тяжело дается объяснение чего-либо. Но я, знаете как, если раньше я на это, скажем, не то что не обращала внимания, но типа, ну не получается и бог с ним. То есть сейчас я решила, что все-таки надо чему-то учиться новому. Ну и вот это как раз то, что я, наверное, буду, чему буду учиться посредством практики просто. Я не говорю, что я на какие-то курсы пойду там или еще что-то. Нет, я просто буду практиковаться. И очень надеюсь, что у меня в скором будущем получится. И мне будет наверняка стыдно за этот мастер-класс, но это опыт, и он вообще должен быть. Поэтому вот так. Что? Больше у меня пока в работе ничего нет. Все предыдущие работы я вам показала в предыдущем влоге. У меня вообще сейчас кайфушка, у меня мини-отпуск на основной работе, и поэтому я уже пятый день в скрапе, безостановочно. Боже, это такой кайф вообще. И я пока не устала нисколько. Хотя вот перед отпуском этим, да, можно считать, что он начался с понедельника. Вот выходные мои, я была в таком, не знаю, я вот не хочу применять слово депрессия, потому что оно какое-то, ну, сильно мрачное. Я не была в депрессии, но у меня был какой-то такой ступор. Мне не особо хотелось что-то делать, что-то создавать. А вот сейчас, и я снимала прошлый влог, по-моему, в понедельник его выставила, или во вторник, уже не помню. И у меня был такой немножко упаднический настрой. А вот к концу недели, казалось бы, я должна была как-то устать там, да, от скрапа там или ещё что-то, потому что я с утра отвожу ребёнка в садик, прихожу домой, завтракаю, сажусь и практически не встаю из-за стола до вечера. Единственное, на что я отвлекаюсь, это монтаж, потому что я, вот попутно, вот я снимаю мастер-классы, какие-то уроки, там совсем короткие, там первый урок ещё 15 минут. Я сразу решила монтировать, чтобы, ну, если я сейчас-то не сделаю, большая вероятность того, что я просто кину это дело и не доделаю, не дойду до конца, до финиша. Вот, поэтому я сразу монтирую по возможности, потому что компьютер ужасно-ужасно тормознутый, и очень он долго рендерит. То есть я там посидела, смонтировала, ну, я мало монтирую, потому что, наверное, не знаю, из-за лени, может, какой-то, но, в общем, снимаю всё сразу, просто потом вырезаю какие-то кусочки, и всё. И вот так, ну, и есть места. Вот во второй части я сегодня монтировала вторую часть, она такая долгая у меня получилась, хотя там всего лишь переплёт, вот каркас, да, вот альбома, вот это вот всё, в одном уроке, ну, это так долго получилось, я вообще в шоке, что я такая медленная, и во многих местах я ускоряла. И даже в тех местах, где что-то говорила, рассказывала, я тоже ускоряла, поэтому не знаю, как это будет смотреться, надеюсь, что не будет резать слух, в любом случае, в общем, я за конструктивную критику, поэтому сейчас скажу, но ещё, я думаю, в анонсе этого мастер-класса тоже попрошу вас какие-то вот замечания мне писать в комментариях, чтобы я корректировала себя в дальнейшем и совершенствовалась, потому что, ну, без критики совершенствования никакого не будет, хотя я и сама некоторые косяки вижу уже, и, ну, сейчас уже понятно, я исправлять не буду, не буду же я заново, да, альбом там начинать и так далее, но в последующих мастер-классах я уверена, что мне захочется снимать ещё, я уже буду, постараюсь учитывать все эти фишки. Дальше я покажу, наверное, по-быстренькому бумагу, которую подготовила к совместнику с Леной Босс, ну и всё, я, наверное, пока на этом остановлюсь, потому что, ну, нет чего-то такого интересного, что я могла бы вам показать. В общем, не так давно я приобрела по большой скидке вот эту бумагу, крафт-пепер, пионовый сад и семейный архив, и у меня по два больших набора этой бумаги, хотя из семейного архива я уже тырила листочки, вот эти тёмные, на внутрянку коробок. Кстати, интересно вам мастер-класс по коробке большого посмотреть, сейчас я её достану. В общем, вот такая коробка, и я уже показывала, не помню где, наверное, во влоге, обзор я, по-моему, не снимала, ой, вот эта лицевая сторона, верхняя. В общем, вот такая коробка, я её создала для книги, в которую мне ещё надо будет, как это назвать, переделывать, короче, полностью, то есть переплёт разобрать, там церковная книга, разобрать переплёт, в общем, как это называется, забыла слово, не демонтаж, короче, ладно, слово забыла, вылетело из головы. Короче, это книга для церковной книги, где она будет храниться. И, в общем, она вся тканевая, внутри тоже ткань, а вот эти вот места я закрыла бумагой. Вот. И как раз бумагу взяла из этого набора. И закрывается она на вот такие магнитные кнопочки. Мне очень нравится, как у меня получилось. Я перерыла, наверное, весь YouTube, искала мастер-класс, потому что, честно, мне легче работать по мастер-классу, чем создавать что-то своё. Ну, я честно сознаюсь в этом, не вижу ничего зазорного вообще в этом факте, да. Мне легче работать по мастер-классам, но я не нашла мастер-класса, и я искала бесплатный мастер-класс, чтобы не тратить ещё на это деньги, чтобы не закладывать их в стоимость этой коробки. Потому что и так это не дешёвое удовольствие для заказчика, и мне, как бы, ну, я минимизирую затраты, вот так скажем. Потому что если бы я купила ещё мастер-класс, мне бы пришлось бы вложить эту сумму в стоимость заказа. Я не хотела этого делать. Я искала бесплатный мастер-класс на YouTube. Уверена, что платных полно, поэтому, да, не нашла. А почему не нашла? Коробок-то много, но я искала такой, чтобы вот эта часть была из ткани. Как вот, как-то, такой мастер-класс, чтобы мне было удобно. Я уже не помню, может быть, я нашла находила какие-то мастер-классы с тканевыми местами вот этой самой коробочки, но мне что-то там, возможно, не подошло. Как-то мне было неудобно. Ещё что-то. И я уже не могу сказать точно, потому что это было несколько месяцев назад. В итоге. В итоге мне пришлось самой выдумывать схему создания этой коробки. И если вам интересно, то я могу, наверное, снять, ну, не в ближайшем будущем. Я вообще хочу сделать типа мамины сокровища для себя, потому что я до сих пор их не сделала. Вот. Хочу такой вот формат сделать, ну, может, немножко поменьше, но всё-таки это есть в планах у меня на этот год. И вот, если интересно, могу снять. Дальше. Всё, я рассказывала про вот эту бумагу. И что, я, знаете, когда я снимала обзор, я, конечно, такая говорила, что высечки непонятные, то-сё. Не помню, здесь остались или нет. Я, возможно, их всех разрезала. А, нет, есть, смотрите. Короче, мне они, вот сейчас, спустя какое-то время, я могу сказать, что мне вообще они не устраивают. Вообще не устраивают. Катастрофически слишком мало универсальных каких-то высечек, да, вот, например, листиков. Их всего тут 4, но это вообще цветочки, вот эти розочки, ну что тут их, штучек 10, ни о чём. Не люблю птиц, вообще не знаю, вечная дилемма, как их пристроить. Ну, бабочки, это так, что есть они, что нет их, цифры вообще никуда, вот эти уголки тоже никуда. Ну, вот эти вот карточки, ну, такое тоже себе. Я знаю, что некоторые девчонки просто фантастически вписывают такие элементы в композиции, но это не про меня. Вот у меня они не вписываются. Поэтому я в таком ступоре была, думаю, ну, вот и что мне с этим делать. То есть, бумаги тут на большой альбом, а декорировать этот альбом нечем будет. И благодаря совместнику я думаю решить эту проблему первую, там, на первом этапе это как раз подбор бумаги, а второй этап это работа без декора. И это мега круто. Я сначала думала вот этот семейный архив сделать из этой бумаги альбом без декора. Теперь же сомневаюсь и думаю, что сделаю, наверное, вот из этой бумаги пионовый сад. Никто у меня не заказывает свадебный альбом из этой бумажки. Ну, и ладно. Так как, опять же, листы для вырезания там подобные вот этому семейному архиву и они меня вгоняют в тоску. Поэтому быть альбому без декора из этой бумаги в первую очередь. А эту бумажку я решила все-таки сделать. Я придумаю что-нибудь с декором. Может быть, из других коллекций что-то подберу по цветовой палитре. Короче, девчонки, я когда стала перебирать черно-белые фотки, уже не раз говорила, что вытащила из старых альбомов все фотографии и была сначала воодушевлена тем, что надо все перескрайпить, все эти фотографии Чи Бе. И по итогу, вот уже два года они лежат у меня просто без ничего в пакетах. И это ужасно, если честно. Я себя корю, что поторопилась и вынула их из альбомов, потому что они начали так, знаете, крылышки подгибать. И фотки нельзя хранить без альбомов. Это вообще катастрофа просто целая. Мне их нужно срочно скрапить. И здесь вот в этом маленьком альбоме что-то около пятидесяти фотографий и ну это нормальное количество пятьдесят фоток, да, то там у меня еще остались бабушкины фотки и бабушкиных фоток там раз, я не знаю, мне кажется, раз в десять больше. И я просто в таком шоке, что как же я это все заскраплю, сколько мне понадобится на это время. Я решила все-таки из этого, из этой бумаги семейный архив сделать альбом для бабушкиных фотографий. Это будет большой альбом и туда не поместятся все фотки сто процентов, прямо сто процентов, поэтому это будет точно не один альбом, поэтому я решила эту бумажку все-таки оставить на потом на большой альбом. Так что вот для второго этапа я буду использовать вот эту бумагу. Так как у меня тут два больших набора, тут на секундочку 12 фоновых листов, лист с карточками, лист и два листа с вырезалками, вырезалки не пойдут никуда. Может быть, я что-то добавлю из декора потом, то есть после того, как этап пройдет, потому что все-таки работу я буду делать именно к совместнику, там не надо декора, только на обложке, поэтому я пока не буду декорировать ничего, а потом в последующем, может быть, если будет настроение, я украшу как-то страницы, ну минимально там какими-то цветочными высечками и вырубкой максимум. Вот. Так, у меня, значит, вот и этот набор мне нужно заскрапить. Дальше у меня есть офигенная бумага от Spring Scrap. Это белорусский производитель. я просто в восторге конкретно от этого. Я не только от этого набора у них тащусь, у них есть детские наборы, что-то, как же они называются, короче, с зайчиками, по-моему, с шарами, что-то такое. Они такие обалденные, есть для мальчика и для девочки, боже, как они мне нравятся, но это не самая дешевая бумага, и в общем, я жду заказчика на такую бумагу, вот скажем так. То есть, просто там в наличии я не буду скрапить из той бумаги, но они мне очень нравятся вообще. И мне нравится тактильная эта бумага. Она очень схожа на фотобумагу. Я вообще не удивлюсь, если это фотобумага, но меня это не останавливает. Она мне просто нравится тактильно. Она очень гладкая, очень приятная. В этом наборе мне очень нравятся принты. Я как-то делала... Она у меня уже порезанная, тут у меня есть куча обрезков еще. Я делала планер. Планер А6 формата, такой розовенький. И туда вот у меня пошли... У меня были странички распечатанные с похожими принтами, и как раз вот эти бумажки туда пошли. Так все сложилось классно. Ну вот у меня остатки набора. вот он. Вот обложка даже сохранилась. Флорал Романс называется. Мне очень нравится. Мне очень нравится она, но я не знаю, куда ее деть, потому что здесь нет никаких элементов для вырезания, для украшения. Здесь просто фоновые листы, и их у меня не очень много. и надо мне будет подумать. Я как раз думаю, если там будет у Лены какой-нибудь мастер-класс с применением там чисто каких-то фоновых листов, хотя второй этап тоже бы подошел для этой бумаги, потому что, да, без декора, но тут слишком мало листов. Вот не знаю, что может быть просто маленький альбом сделать, не знаю, в общем. Мне ее и жалко, на маленький, а с другой стороны ничего большого из этого не получится. Вот, и этот набор. И, пожалуй, из красивой бумаги у меня все, но у меня есть дурацкая бумага, которую мне и выкинуть жалко, и она у меня просто мертвым грузом лежит. Так, во-первых, набор от арт-узора, старый набор, твоя дорога, твои правила, да, наверное, так. Наверена она, видимо, мультиком Disney тачки. В общем, не знаю я, что с ней делать. Тут еще обрезки еще от одного набора. Я делала фотопапку как-то на заказ этой бумаги. Зачем я заказала второй набор, я не знаю, вот честно. но мне наверное казалось на тот момент, что это будет пользоваться спросом. Ну, блин. Мне надо что-то с ней сделать, не знаю что пока. Дальше. Большущий набор, большущий по размеру. Я вам сейчас скажу размер этого набора. 33 на 33 ровно сантиметра. Я не знаю вообще даже качество этого набора, потому что ничего не написано. Вот, пожалуйста, набор бумаги для скрабукинга, орнаменты, paper art, 12 листов, 6 дизайна, 180 грамм. Короче говоря, она какая-то, знаете, такая глянцевая. Принты в ней разрозненные, то есть не привязаны вообще никакой тематике. Вот здесь вот можно посмотреть. Я ее куда-то пускала. Я помню вот этот принт. Я делала папку для ножей, применяла еще какие-то, по-моему. Ну, в общем, она тоже лежит у меня. Она глянцевая, блестит, и я бы не сказала, что в ней 180 грамм. Мне кажется, 160, не больше. И вот, посмотрите, принты. не просто кто в лес, кто под дрова. Вот. У меня какого-то тут принта не хватает. А, вот этого, самого красивого, на мой взгляд, мне не хватает вот этого. Я его, значит, всего истратила. Ну, короче, вот у меня обожался куча вот этой бумаги. Куда ее деть? Я не знаю, выкинуть вроде жалко. я думаю, что она плохо бегуется, как мне кажется. Она будет ломаться, но это надо будет еще проверить. В общем, мне кажется, что она для второго этапа не пойдет. И вообще, куда она пойдет, я даже не могу себе представить. Но мало ли у меня будет возможность ее потратить, я это сделаю. все-таки скрапить-то хочется из того, что нравится, а не так, ну, короче, не получается у меня ее убрать. Дальше. Дальше у меня есть вот такая бумага. И я ее достала, в общем, я планировала ее в детский альбом свой как бы на помощь, да, добавлять. Но что-то у меня не срослось с фольгированием, поэтому вот они у меня лежат, эти листочки. И я бы их не стала вообще в какой-то проект сейчас пускать, в плане того, что вот на какой-то определенный проект вот в этом СП. Потому что, ну, я бы ее оставила так, пусть лежит, мало ли там, не знаю, какую-нибудь папку детскую надо будет эконом-варианты сделать, и внутрянку сделать не тканевую, а вот из этих вот бумажек. в принципе, почему нет? Но, но, один из этапов будет морской, а если не морской, то цветовая гамма синий-голубой, что-то такое. У меня нет вообще бумаги на морскую тему, и она меня, вот, знаете, после последнего морского альбома, большого, у меня нет особого рвения сделать что-то морское, я еще не отошла, наверное, от того альбома большого, я не знаю, что делать. Вот у меня единственная бумага в синего, ну, даже нет синего, но хотя бы голубой есть в большом количестве, у меня даже нет бумаги в такой цветовой гамме, которую обозначила Лена, и поэтому, если у меня ничего не найдется, и, в общем, я еще подумаю, я, может быть, как раз у Оли Журавлевой посмотрю в наличии, что есть, потому что, ну, можно взять будет по скидке, купить что-нибудь такое. Почему купить, да? У этого совместника есть одна цель, перескрапить запасы, и я хочу сказать, что я не ради этой цели участвую в совместнике, потому что у меня бумажных запасов не так много. Я очень, в общем, я не заполняю полки своей бумагой. Вот у меня, кроме этого, дома еще есть четыре набора, ну, как набора, вот один, второй набор, и еще два набора в двойном размере, и все они под проектом. То есть, они просто ждут моего свободного времени, чтобы я смогла создать большие альбомы. Поэтому все. Вот кроме этого у меня четыре, ну, это я про большие наборы сейчас говорю, четыре, четыре больших набора, и еще один проект из маленьких наборов у меня лежит, там два небольших набора, ну и все. поэтому у меня нет такой цели перескрапить прям разом все. У меня есть цель чему-то новому научиться, и плюс это совместник, это как толчок к творчеству, потому что, вот я уже говорила, что у меня какой-то был такой тяжелый период застоя, я бы так сказала, и когда я купила мастер-классы вот эти к совместнику, для меня это явилось каким-то стимулом что-то делать, и вот, вы знаете, я вот разгоняюсь, 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 мне уже на самом деле не терпится приступить к созданию чего-нибудь именно по совместнику, и вот этот первый этап с 6 по 12 февраля просто на сбор материалов мне кажется бесконечно долгим просто, мне уже хочется поскорее начать что-нибудь делать, я на самом деле даже уже начала резать этот картон ко второму этапу, потому что там все уже примерно представляют, что будет, я вот уже несколько картоночек нарезала, но это были просто у меня остатки, я думаю, сразу под нужный размер нарежу, нужно будет резать еще, вот, и что касается еще бумаги, которую я бы хотела перескрапить, но совсем не уверена, что вообще когда-нибудь ее перескраплю, потому что это бумага из фикс-прайса, короче, когда только пошла волна вот этого скрабутника в фикс-прайсе, я накупила зачем-то кучу этой бумаги, зачем я это сделала, я не знаю, это необъяснимо в моей голове, единственный набор, который мне действительно понравился, это вот этот, их у меня было два, и как видите, у меня осталось меньше одного, я не помню, куда я пускала, какие-то бумажки я пускала на мастер-классе на открытке, потом, что-то я в эти обложки на паспорт на внутрянку пустила, и, кстати, вот из этого набора тоже, вот этот принт мне очень понравился, со старыми велосипедами, вот этот с листьями понравился, вот этот, ну, в принципе, тут такие цвета винтажные, и они мне более-менее понравились, такие вот, и у меня тут еще целый набор есть, вот этот вообще непонятный набор, тут совершенно дурацкие принты, просто дурацкие, просто я не знаю, как это назвать, короче, если в этом совместнике я не использую эту бумагу, я, наверное, еще выкину ее, только пыль собирает, вот, вот эти тоже, что-то отсюда брала, по-моему, тоже на обложке, на паспорт, что-то такое, ничего, не могу, пожаловаться на бумагу, просто она, принты какие-то дурацкие, и вот этот набор, причем, я его купила после вот этих вот всех, понимаете, то есть, мне мало было понимания того, что мне эти некуда деть, я еще и этот купила, зачем, я не знаю, просто, ну, он даже закрыт, не открыт, ну, короче, а может сделать блокнот просто такой, чисто с этими бумажками, продырявить дырочки, сделать обложку и такой блокнот забабахать и кому-нибудь подарить, в общем, я не знаю, возможно, и эту я стопку переработаю, может, нет, может, да, и вот такие вот у меня планы на этот совместник, ну, в общем, этого достаточно, и так уже полчаса наболтала, надеюсь, что, сегодня пятница, кстати, я, по-моему, даже не сказала, не знаю, какое число, я даже думать об этом не хочу, вот, надеюсь, что на выходных мне удастся смонтировать и выставить это видео, если нет, то уже на следующей неделе, потому что сегодня у меня рендерится вторая часть мастер-класса, и я чувствую, это будет до ночи, сегодня мне не удастся смонтировать этот влог, все, всем спасибо за внимание, и до новых встреч, пока-пока!